Здравствуйте, это программа Актуальное интервью и сегодня гость нашей студии депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Светлана Каминская. Здравствуйте, Светлана Игоревна. Здравствуйте. Ну и по традиции мы встречаемся с вами сразу после очередного заседания законодательного собрания. На последнем заседании вы принимали один из главных вопросов, это был бюджет Ямала на 2024 и 2025-2026 годы. По цифрам мы так смотрели, вроде все хорошо, все радужно, как нам говорили. Ну и вот давайте более подробно на нескольких основных, скажем так, направлениях бюджета остановимся и расскажем, как мы будем жить в следующем году. Да, мы с коллегами уже с начала ноября работаем над проектом бюджета, то есть он проходит очень сложную процедуру согласования сначала в органах исполнительной власти, подключаются затем депутаты и совместно участвуют в различных комиссиях, задают вопросы, определяют приоритетное направление совместно. Конечно, несмотря на такие сложные политические, экономические ситуации в стране, бюджет сформирован, конечно же, сбалансированный, традиционно социально направленный, потому что практически 80% расходов это составляет социальное направление. И он, несмотря на то, что дефицитный, но та подушка безопасности, которая заложена при реализации этого бюджета, она позволяет, во-первых, скорректировать и покрыть остатками прошлогодних денежных средств, и дальше корректировка еще у нас по концу года происходит, как правило, когда прогнозная оценка получения доходной части, она вырастает. Соответственно, тот государственный долг, который имеется в ЕНАО, он находится на самом безопасном бюджетном уровне и позволяет реализовать все те направления основные, на которые закладываются эти денежные средства. Действительно, консолидированный бюджет внушает такую гордость, это почти 1 триллион рублей. Ну и на 2024 год тоже серьезная цифра в доходах, это 340 с лишним миллиардов. И, соответственно, расходы тоже увеличены порядка от 16 до 20% по доходам и расходам. Адресная инвестиционная программа почти в половину предыдущей адресной инвестиционной программы выше, это практически 50 миллиардов. Это строительство, конечно же, новых и социальных объектов, и инфраструктурных, это и поликлинические комплексы, вот в том числе и в городе Муравленко, и залы северный характер, спортивные подготовки, ну реконструкции школ, первой, четвертой. То есть, соответственно, вот все те запланированные социальные объекты, они по всему округу продолжат реконструкцию, капитальный ремонт, строительство. То есть темпы не снижаются. Серьезное увлечение и, вот как я сказала, на социальное направление. Значит, это связано в первую очередь, конечно, индексации всех региональных пособий на 4% с инфляционными процессами. При этом слушали перед тем, как принимать бюджет, слушали и прогнозный план развития экономического Ямала. Тоже, конечно, вот как бы хорошо, что у нас вот настолько стабильная экономика и те меры, которые предпринимает правительство автономного округа, губернатор. Органы местного самоуправления позволяют реализовывать вот такие, действительно, ну, способствующие развитию нашего округа программы. Бюджет построен традиционно на государственных программах. Порядка 22 государственных программ, нацеленных на реализацию национальных проектов. То есть он, по сути, программный, процессный. Все вот эти программы, они взаимоувязаны с основными направлениями и, конечно, способствуют стратегическому развитию Ямала. Из социальных новшеств в сфере социального направления, там, значит, это закладывается также изменение порядка предоставления расходов на оздоровление неработающим пенсионерам. Раньше у нас предоставлялась эта возможность по возмещению расходов, это раз в три года. И сумма, значит, там, по-моему, 1900 была в день на одного неработающего пенсионера. Сейчас сумма увеличивается. Более, там, двух тысяч получается. И предоставляется возможность уже не раз в три года, а раз в два года воспользоваться такой льготой. Дальше то же самое, там, очень большие средства заложены на финансовую помощь семьям с детьми. Продолжится реализация вот этого, вот этой акции малышу, подарок малышу. Вот. И такие все основные направления, социальные, да, и здравоохранение, серьезные денежные средства вместе с территориальным фондом обязательного медицинского. Ну да, вы параллельно два бюджета практически принимали. Да, и как раз тоже закрепляются серьезные деньги, поднимается по душевой вот этот норматив на каждого ямальца, где-то на 16 процентов, и он там составляет более 56 тысяч рублей. Серьезные также средства заложены на диспансеризацию, профилактику, и как бы высказали свое предложение, чтобы усиливался контроль за диспансеризацией и профилактикой, чтобы она не превращалась в такую какую-то формальность, да, и формальность, чтобы она действительно способствовала тому, что человек таким образом понимает и вовремя выявляет какое-то заболевание. То есть на это средства выделены, они также выделены на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкозаболевания. Там как раз расширяется перечень вот тех оценок, исследований, которые позволяют вовремя диагностировать эти серьезные заболевания. И впервые в бюджете фонда территориального фонда обязательного медицинского страхования заложены 70 миллионов на лечение больных гепатитом С. То есть раньше таких средств не предусматривалось, сейчас программа предусматривает такие средства. Ну и, конечно же, это наполнение наших медицинских учреждений современным медицинским оборудованием, повышение квалификации специалистов. Тоже такие средства предусмотрены. Бюджет окружной также у нас не снижает темп по переселению из ветхоаварийного жилья. То есть заложены очень серьезные средства, большие. То есть эти средства как предусматриваются при переселении и возможности воспользоваться программой сотрудничества для того, чтобы переехать, например, в другой регион. Так и внутри региона точно так же переселение, то есть для желающих остаться. Дороги, строительство дорог, оно продолжится реконструкция, строительство, ремонт. В планах тоже серьезные деньги заложены и на не только региональные дороги, но и в местные, муниципальные. То есть мы видим, какие за лето происходят изменения, сколько всего в городе ремонтируется, строится. Поэтому темп не снижается. Благоустройство губернаторам также поставлена была задача сделать благоустройство, во-первых, не только общественных территорий, но и больше внимания уделить дворовым территориям. То есть тоже расширены эти денежные средства на благоустройство, определены муниципалитетами определенные дворы, которые нуждаются в первоочередном благоустройстве. И, конечно же, задача комплексного благоустройства, но по желанию и с участием обязательно граждан. То есть это бюджетирование, соответственно, идеи и желания жителей города, они будут обеспечиваться именно качественностью и возможностью преобразить город так, как хочет человек, а не так, как хочет администрация и какие-то чиновники. Поэтому здесь, конечно же, продолжится вот эта работа. На мой взгляд, это правильно. Мы все удивляемся, насколько преображается Ямал в целом. Сейчас даже в любой муниципалитет приезжаешь и смотришь, конечно, в сравнении с тем, что было и стало, насколько качественно, красиво, комфортно жить на Ямале. Бюджет, конечно же, не только социально направленный, но и заложен очень серьезный процент на реализацию инвестиционных различных проектов. Это здорово, потому что это как раз говорит о том, что Ямал – это такой серьезный регион, который поднялся в рейтинге почти на 5 пунктов по именно инвестиционному климату. Это, конечно же, и привлечение денежных средств в регион, это и реализация масштабных проектов. И в условиях даже сложной экономической ситуации крупнейшими сейчас налогоплательщиками, от которых поступают в бюджет доходы, традиционно у нас «Газпром», «Новотек», «Газпромнефть», «Роснефть». То есть это львиная доля, почти 92% от налога на прибыль, налога на доходы, налога на имущество приходится на вот этих крупнейших налогоплательщиков. И та ситуация и прогнозирование вот этих доходов, даже вот с учетом санкционного давления, там ситуации с углеводородами, то есть здесь прогнозируется на стабильно базовом таком нормальном уровне. То есть здесь, когда прогнозный план принимается и на основе него составляется бюджет, то органы власти составили вот этот бюджет по базовому сценарию. Есть еще консервативный, он менее такой приемлемый. Соответственно, вот на основе этого базового сценария стабильности ситуации такой вот бюджет сделан. На мой взгляд, проведена очень грамотная работа, и мы видим, что даже вот те бюджеты прошлых лет и тот принцип закладывания денежных средств, те основные программы, они еще раз направлены в основном на человека, на повышение качества жизни, на поддержку семей, на поддержку вот сейчас участников специальной военной операции, их семей. Более 50 мер социальной поддержки у нас действуют в округе, и мы видим, общаясь с семьями, что эта поддержка серьезная, она нужна, необходима людям, и исходя из этой поддержки, люди определяют, ну, дальнейшее свое там, какие-то распределяют денежные средства, и на сегодняшний день вот именно так грамотная финансовая политика и, конечно же, контроль за эффективностью расходования, он становится, ну, как всегда, самым главным, потому что хорошо определить статьи и распределить, куда, но самое главное – это грамотно потратить деньги и действительно на те цели и задачи, которые определены. А в бюджете уже учтено то повышение минимального размера оплаты труда, да, вот есть цифра по Ямалу, в среднем более на 7 тысяч мрот у нас растет. Да, уже заложено определенные денежные средства как раз по повышению… Ну, здесь серьезные деньги, да, 7 тысяч. Просто я смотрел другие регионы, там речь идет полторы, две тысячи, вот так, на Ямал 7 тысяч, просто вот ставка минимальная вырастает. Хорошо, ну и сразу несколько вопросов, они касались снесения изменений в законы Ямала в части жилищной сферы, вот какие, в частности, такие серьезные изменения приняты? Да, значит, заработала сейчас у нас, заработает система такая, ну, в эпоху цифровизации, автоматизации. Во-первых, человеку не надо будет ежегодно, например, что касается людей, которые стоят на улучшении жилищных условий, как малоимущие. То есть человеку там ежегодно в определенный период… Да, надо подтверждать свое вот это вот положение. Брать, бегать справки, предоставлять, где-то кто-то в отпуске, где-то кто-то уехал. Соответственно, ну, система не отлажена была сейчас, запущена такая автоматическая на основе межведомственного взаимодействия. То есть человеку не нужно будет никакие справки, брать справки. Эта система ежеквартально будет направлять запросы в соответствующие направления и подразделения администрации и, соответственно, получать те сведения, которые являются основополагающими для определения человека, относится ли он к категории малоимущих, либо нет. И здесь как бы снижается нагрузка на граждан, что им необходимо предоставлять вот этот момент. То есть автоматически эта информация будет поступать в профильные подразделения, департамент жилищного строительства, УМИ, и, соответственно, они будут понимать, насколько человек правомерно является малоимущим, есть у него такие основания находиться в этой очередности, либо нет. Второе изменение – это мы предоставили возможность детям-сиротам, проживающим на Ямале, воспользоваться своим правом раньше и приватизировать жилье, которое предоставляется сиротам. Значит, ранее у них было право, что они только через 5 лет, после 23 лет, могли реализовать вот такую возможность. Сейчас при определенной совокупности условий ребенок, относящийся к этой категории, достигший 23 лет, чтобы у него доход был ниже минимальной оплаты труда, отсутствие судимости, подтверждение состояния здоровья, то есть чтобы не было психических расстройств каких-то, и отсутствие задолженности по налогам и сборам. То есть при совпадении вот этих вот условий с такой категорией заключается договор социального найма, и через 2 года человек может уже приватизировать это жилье. То есть предоставляется для вот этой вот категории граждан возможность раньше воспользоваться. Почему раньше такой возможности не было? То есть этот закон был принят на Ямале для того, чтобы ограничить какие-то злоупотребления, мошенничество, чтобы человека вот просто так не лишили в силу каких-то обстоятельств жилья. Потому что, как мы знаем, выделяется жилье, если, значит, либо в Тюмени, либо в округе, на территории округа, либо предоставляется жилищная выплата. Это если, например, в течение определенного периода не могут обеспечить жильем, то на этот период, когда подыскивается жилье, аренда, она, эта стоимость аренды возмещается, соответственно, человек может проживать в арендованной квартире. И вот для того, чтобы не лишить человека вот этого жилого помещения, предусмотрели вот такой срок для того, чтобы, ну, взрослеет, как бы, получается, какие-то уже обстоятельства могут и отпасть. Ну, соответственно, вот для такой социально адаптированной категории детей-сирот предоставляется такое право. При этом важно отметить, что все ранее заключенные договоры на специализированное жилье тоже попадают под вот эту возможность. То есть не обязательно с момента вступления в силу закона, но и распространяются на ранее заключенные договоры. То есть, я так понимаю, контроль стал жестче, да? То есть теперь неприятных ситуаций для сирот, они исключены, да? И они могут через два года... То есть, получается, вот важно, чтобы вот эта совокупность условий, она была просто, соблюдалась. И, соответственно, тогда, если этот человек, у него вот эти необходимые условия имеются, такое право можно реализовать. Например, пожелал уехать, например, да, либо улучшить, там, получил там однокомнатную квартиру, а там, не знаю, заключен брак, да, детки появились, там, еще какие-то обстоятельства, и, там, хочет купить, например, двухкомнатную квартиру. Раньше такого возможности не предоставлялось. Сейчас такая возможность есть. Ну и также ямальские парламентарии расширили перечень лиц, которые могут воспользоваться такой услугой, как бесплатной юридической помощи на Ямале. Да. Кто туда еще включен? Совсем недавно у нас был, принимался как раз закон, где мы предоставляли право на получение бесплатной юридической помощи жителям Донецкой Народной Республики, Луганской. При этом увидели, что, ну, основной наплыв вот именно был вот из этих республик. Но в настоящее время проанализировали, посмотрели, кто еще обращаться стал. То есть появились и жители Херсона, и жители Запорожской. И, соответственно, вот включили в вот этот закон и предоставили возможность и вот этим гражданам также пользоваться бесплатной юридической помощью. Человек приезжает, да, у него возникает масса вопросов, которые именно требуют профессионального юридического совета помощи. При этом эта юридическая помощь у нас оказывается в специальном государственном юридическом бюро. И там не только ограничиваются консультации каким-то там советом, но в том числе и представление интересов и в суде, и в органах власти, в органах прокуратуры. Соответственно, вот как бы у человека, который нуждается именно, попал в сложную ситуацию, нуждается в предоставлении каких-то там получений пособий, гражданства, каких-то преференций иных. То есть человек обращается вот в государственное юридическое бюро и получает бесплатно квалифицированную помощь юриста. По сути, бесплатный адвокат, да, так вот на определенное время. Да, ясно. Ну и также хорошая, не знаю, плохая новость для автолюбителей. Наймали на 50% снизят транспортный налог для тех автолюбителей, кто использует в качестве моторного топлива газ. Вот, несколько слов об этом. Да, ну здесь у нас сейчас везде говорят о зеленой экономике, да. И как раз вот эта мера, она способствует снижению как раз вредного воздействия на окружающую среду. И действительно, тем владельцам, у которых автомобиль оборудован как легковой, так и грузовой, возможностью заправляться вот газомоторным топливом, соответственно, предоставляется такая льгота на 50% от налогооблагаемой базы. Ну, как бы здесь способствует, да, то есть расширению возможностей. И, ну, мы видим, что многие предприниматели, которые оказывают там транспортные услуги, сейчас постепенно переходят, потому что это, во-первых, и дешевле. Вот, и, соответственно, получают дополнительную возможность по налогам. Вот, ну и сама газовая инфраструктура, да, для заправки автомобилей, вот она. Ну, естественно, да, она постепенно, конечно же, да, пока не у всех, не во всех муниципальных образованиях. Но мы видим, что закладываются определенные такие моменты на строительство этих станций. Соответственно, ну, это вот как одна из, один из шагов, который, в принципе, будет способствовать, возможно, и расширению вот этой газовой структуры тоже. А электрические автомобили у нас, они как-то тоже входят в какую-то льготную категорию или пока вот еще нет? Пока нет, пока нет. Пока нет. Хорошо. Ну что ж, спасибо вам, Светлана Игоревна, что пришли сегодня к нам в студию, ответили на наши вопросы. Всем доброго и до новых встреч. Спасибо, до свидания. Продолжение следует...